Вот над всей этой жутью, над морозной, туманной Россией, которая была превращена в месиловы людей с полицией, ОМОН и Росгвардии по всем городам, вот над всем этим месивом летала МКС, Международная космическая станция. И там, на этой МКС, американцы начали кормить российских космонавтов, у которых кончилась еда. И еды больше нет. Заботливо подкармливать. Да, и не будет, нет, не подкармливать, а прям вот кормить, выдавать контейнеры с едой, потому что у них больше нету. И так будет до середины февраля, потому что российские ракеты пока даже до МКС, в общем, как мы знаем, не долетают. Роскосмос узнал об этой проблеме и приступил к проектированию очень больших, красивых, высокотехнологичных кепок из особых сплавов, которые выдерживают любые космические коллизии. И по замыслу разработчиков этой кепочной идеи, вот когда американцам надоест кормить российских космонавтов, то российские космонавты должны выйти из МКС, занять место на паперте. Там есть такая приступочка, положить перед собой высокотехнологичные кепки. Верующий космонавт Рыжиков должен повесить икону на грудь, у него с собой есть, и он будет петь внутри скафандра что-нибудь духовное. Почаще креститься, звенеть веригами. Там звук не распространяется, но космонавты этого, по-моему, уже не знают. Ну а второй космонавт может крутить сальто, в присядку отбивать, вот главное, чтобы их кепки было хорошо видно. А космос, он ведь не без добрых существ. И вот тут всякая внеземная жизнь точно не выдержит, если она есть во Вселенной, им начнут подавать, слетятся. Обязательно прилетят и что-нибудь подадут. Вот полетят в кепки всякие редкие образцы грунтов, там большие алмазы с планеты Янсен, самородные церри с Меркурия. Потом все это можно будет поменять с американцами на еду и доступ к сортиру и к кислороду. Ну придется, конечно, инопланетянам, вероятно, целовать руки, но люди верующие привыкли же попам. И вообще эта космическая картина, она будет абсолютно эпичной, она не приходила пока в голову ни одному создателю блокбастеров о космосе. Ну может быть еще под финал прилетит старая, скрипучая, еще древнееврейская космическая станция с когда-то вознесшимся ее богом. Но они втроем сделают селфи, бог угостит их мясом и мацой, которая была выпечена 2000 лет тому назад. Это тоже будет очень эпичная картина. Американцы там передохнут от зависти, расплющат морды об иллюминатор. И это будет победа, конечно, российской космической программы. Настоящий триумф. Реванш, можно сказать, потому что вот сейчас, ты знаешь, да, что, Лиза, что Россию исключили нафиг из международной лунной программы. Ну, кстати, Роскосмос отрицает, что их исключили. Они говорят, что их там не было, нет. Нет, они подавали заявку. Сейчас у них не будет даже доступа к материалам этой программы. Чтобы неповадно было. Ну, вот я понимаю, у Роскосмоса есть ответ на этот враждебный шаг. Очень убедительный, я считаю, ответ. Вот если полеты на Луну невозможны, и документы этой лунной программы совершенно недоступны, просто надо набрать в штат российской лунной группы, наконец, лунатиков. По графику ночь через две. И пусть они бродят по зданию, пусть они копаются в урнах, разбирают кофеварки. Ну, и можно еще привлечь молодежные секции «Единая Россия». Их можно вывести в казахстанские степи, где очень близко небо. И там построить в степи, научить выйти на Луну известный гимн без слов. И пока американцы осваивают свою документацию лунной программы, этот гимн Луну заставит вращаться иначе. Еще просто одна волшебная история про ракеты я не могу не рассказать, потому что она хороша. Вы знаете, что такое Пукэксон-5? Что, простите? Пукэксон-5, Лиза. Пукэксон... Звучит ужасно. Пукэксон-5 это то, что сменило Пукэксон-4. Подсказываю, непонятно вам, да? А до этого был Пукэксон-3. До этого был Пукэксон-3. Вот есть такой президент Ким Чен Ын, да? Он прекрасно проводит время у него. Всегда на месяц есть запас. Два вагона девственниц, много икры, много шампанского. Он проводит время с толком. Периодически его из этой нирваны вынимают и заставляют заниматься государственными делами. И вот на съезде рабочей партии Кореи Ын показал интереснейший мультик. На экране возник нос ракеты, нацеленный на Вашингтон. И Ын объявил всем, что создано супероружие, сверхоружие, не имеющее в мире никаких аналогов. И имя этому оружию Пукэксон-5. Это северокорейское супероружие. Главное, непобедимое, устрашающее и всесильное. Дальше все пошло бы по известному сценарию. Ну, показали мультик. И показали. Местные патриоты прослезились. Но, на самом деле, этот трюк уже делал Путин. А Ын пошел дальше. Пошел гораздо дальше Владимира Владимировича. Пукэнсон показали живьем на параде. 12 метров в длину бандура ракета Пукэнсон провезли во время парада по всей площади. Ын играл бровями, хвастался. Но Пукэнсон-5 потрясающая ракета. Она, конечно, не летает. Но она очень быстро бегает. С летанием проблемы. Но это не главное. Потому что каждая ракета снабжена экипажем из 25 самых лучших спортсменов-марафонцев. Это настоящие патриоты Кореи, которые готовы привести эту ракету в движение. Вот по боевой тревоге. Пукэнсон-5 со всех баз Северной Кореи сбегаются, строятся перед Ином. Кланяются, получают личные указания и разбегаются поражать цели в разных точках земного шара. Я подозреваю, что они украли какую-то российскую разработку, конечно же. Нет, подождите. Там же еще и плыть придется. Вот в том-то и дело. Поэтому сорвалось испытание Пукэнсона-3. Там надо было преодолевать море. А для Пукэнсона-3 не было билета. Поэтому была проблема. Но Пукэнсон-5 на самом деле мало чем отличается от Пукэнсона-3. Он просто гораздо длиннее. Но у него появился баллистический секрет для того, чтобы они поняли, что при приближении к объекту поражения надо разгоняться посильнее, чтобы носовой частью Пукэнсона ударить по цели. Потому что ничему мягкому опасность не грозит. И вот в Южной Корее это уже знает разведка. Поэтому они заготовили матрасы, которыми они будут оборачивать всякие стратегические объекты. И если обмотка качественная, то, в общем, Пукэнсон может долбить в нее целую неделю. Предыдущие все пуски заканчивались ничем. И Пукэнсон-5 это Пукэнсон-4. Будем откровенны. Она тоже не летала. Она тоже в основном бегала. Но вот Пукэнсон-4 обнулен. И он теперь называется Пукэнсон-5. И он бегает гораздо быстрее Пукэнсон-5, чем Пукэнсон-4. А марафонцы там поют по-корейски. Наш Пукэнсон вперед летит. То есть все перенимают российский опыт в том или ином его виде. И все понимают, что нет более передовых технологий.